Приветствую вас, и давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёте, ваш текст, который вы написали. Значит, смотрите, вы пишете, спрашиваете, спрашиваете, значит, вы спрашиваете, значит, что, вам делать, да? Что вам делать конкретно, да? Что вам делать? И мне кажется, что нужно до начала ответить на вопрос о том, значит, что делать, чтобы что? То есть, что вы хотите? Какая цель сейчас актуальна для вас? Избавиться, значит, от страха, например. Например, разобраться с причинами измены, то есть, стать более осознанной, осознанной, более сознающей себя. С мужем отношения наладить, то есть, ну, наладить отношения с мужчиной, да? То есть, как-то подкорректировать, упорядочить их. Вот. Какая у вас цель? Что делать, чтобы что? Ну, ага. Ну, ответственно. Обвиняяя себя, обвиняяя себя, вы ничего не добьетесь обвиняяя себя. Потому что обвинения, они деструктивны по своей сути. Вообще. Любые обвинения, любые обвинения, они деструктивны. Вот. И соответственно, тут нужно не обвинять, скорее, себя. Вот. А брать ответственность. Брать ответственность за то, что вы сделали. При чем? При чем? Ответственность брать личную. И ответственность брать не в контексте обвинения, да? Вот. Что является, что является заверимым изначально негативным проявлением. Брать ответственность в плане того, чтобы четко понимать, как получилось так, что вы оказались в этой ситуации. То есть, вряд ли же это произошло с вами случайно. Я более чем уверен, что подобное проявление не является случайным. Я более чем уверен, что подобное проявление является следствием, результатом вашей неудовлетворенности. Вот. Это первое. Второе. Второе. Психологи не дают советов. То есть, я не думаю, что давать вам советы, это уместно и корректно здесь. Вот. Ну, просто потому что совет, это опять же, это не вами выбрана модель поведения, да? Советы, это опять же, надо, надо. То есть, это мы выработаем определенную модель, да? Вот. Поведение для вас. Вот. Психологи, еще раз повторяю, психологи не дают советов. Это не позволяется профессиональной этике. Поэтому, если вы пришли за советом, то я боюсь, что мы вам помочь не можем. Но мы можем помочь разобрать ситуацию и увидеть, что именно вы делаете не так. Можем помочь указать вам на ошибки и разрешить конфликт внутренний, который привел вас, собственно, к тому, что вы имеете. Да? Итак. Я изменила мужа. Пишите вы. Вы же ведь делали это сознательно. Правильно? Ну, то есть, вы сознательно шли на измену. То есть, вас никто не заставлял. Да? Вот. Вас никто не принуждал изменять мужу. Но вы это сделали. Вы это сделали. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот именно, именно потребностную сферу нужно разбираться. Подробно. То есть, когда вы изменяли, что хотели. По какой причине измена стала для вас приемлемым способом решения проблемы. Например, проблемы того, что у вас в семье, по вашим, ну, по вашим словам, да, не все гладко. Вот. То есть, вот, понимаете, да, какой момент, какой момент. Вы сами выбрали измену в качестве решения проблемы. Но, интересует меня субъективная сторона данного вопроса. То есть, вот, то, что вы выбрали именно этот путь, то, что вы выбрали именно это решение, это ведь чем-то обусловлено. И, думай, вы о неполной семье, да, вот, ну, то, что, то, что вот у вас неполная семья была, как вы говорите. Ну, вы бы, наверное, не пошли бы на измену. А так, почему-то вот тот факт, что у вас была неполная семья вас не остановило. Не остановило от того, чтобы изменять. С другой стороны, изменяя, вы чего-то хотели, вы в чем-то нуждались. И это также нельзя исключать из общей картины. То есть, если вы чего-то хотели, значит, ну, вам совершенно очевидно, там, было что-то нужно. Вот, и мне кажется, что, раз вам было что-то нужно, ну, значит, необходимо это, опять же, исследовать, чего вы хотели. Да, вот, какие у вас были желания. Потому что, еще раз повторяю, что нельзя просто взять, да, нельзя просто взять и наступить на свои желания. Вот, это невозможно сделать. Поэтому, тут вот, такое ману. То есть, не винить себя нужно, понимаете, не обвинять, это, это классическая позиция. Это классическая позиция, когда вместо того, чтобы посмотреть, что стоит за тем или иным поступком, да, мы просто отвергаем его. Ну, говорим, что он, ну, какой-то неправильный, да, осуждаемый, неприемлемый и так далее. Это может быть так. Это может быть так. Это действительно может быть так. Но, раз вы его сделали, раз вы его совершили, значит, по каким-то причинам вы хотели его совершить. И то, что вы себя обвиняете, теперь, говорит о том, что в будущем вы возможно, в будущем вы возможно. В будущем вы, вероятно, окажетесь в похожей ситуации и сделаете то же самое. Почему? Ведь, казалось бы, вы поняли, да, что, ну, так поступать не надо, что так поступать нельзя, что так плохо поступать и так далее. Так почему вы должны будете так поступить в будущем все равно. Ответ на этот вопрос достаточно просто. Потому что, обвиняяя себя, обвиняю, вы подавляете, подавляете свои желания. Стремяясь к определенному спокойствию. Ну, то есть, вот, когда вы своему мужчине изменяли, да, мужу, когда вы своему мужу изменяли, вы были, ну, в определенном состоянии, в определенном состоянии комфорта. То есть, у вас, видимо, всё было, ну, было то, что вы хотели, вот. Была, наверное, какая-то уверенность в себе, вот. Возможно, была уверенность в завтрашнем дне, возможно, вы считали, что в безопасности, ну, чувствовали себя в безопасности, вот. И, соответственно, на передний план, да, вышли те желания, значит, которые вами подавлялись. На передний план вышли те желания, которые вами подавлялись. Вот. То есть, первостепенно, первостепенно желанию, актуальную, были удовлетворены, вот. И на передний план выступили более, такие более глубокие, менее важные, по вашему мнению, желания. Вот. И вы стали думать о том, как удовлетворить их. Ну, соответственно, это и привело по итогу вас к измене. Дальше, значит, вы пишете, у нас не все гладко было в семье, зачем ты пошла на этот ужасный шаг. Здесь сразу кроется три аспекта, да, значит, первое, у нас не все было гладко в семье. То есть, вы объединяете, значит, проблемы, объединяете. То есть, говорите, что это вот не у меня было все гладко. Это не у меня было все гладко. Это было не все гладко у нас. То есть, это избегание личной ответственности. Вот. Вот. Это такой момент. То есть, у кого у вас, не у вас обоих, а лично у вас, может быть, то есть, может быть, лично у вас было не все гладко. Вот. В это я верю. В это я верю. В это я верю. Но я не думаю, что правильно сказать у нас обоих. Вот. Дальше. Дальше. А что именно было не гладко в семье? То есть, если имели место быть проблемы, то не очень понятно, что с ними сейчас. С этими проблемами. То есть, они у вас исчезли, они у вас прошли, они у вас, они перестали вас волновать. Или что? Или как? Что с ними произошло? Произошло. Понимаете? Вот. То есть, это момент также непонятный. Дальше, вы говорите. Зачем-то. Я зачем-то пошла на этот ужасный шаг. Зачем-то. Это серьезная проблема. Потому что, если вы говорите зачем-то, значит, получается, что вы не знаете зачем. Вы пошли на этот ужасный шаг. А это означает, что вы не отдаете себе счет в своих потребностях, в своих желаниях. Что, в свою очередь, говорит о том, что вы, возможно, не привыкли к ним прислушиваться. Что, в свою очередь, говорит о том, что вы, возможно, склонны себя подавлять. Что, в свою очередь, свидетельствует о вашей несвободе. Ну, по жизни. По жизни, да? Вот. То есть, зачем вы пошли на измен? Чего вы ожидали? Как это перекликается с вашей системой ценностей? Ценностей, да? Которая, ну, вот, есть у вас. Ведь как-то перекликается. Вот. То есть, здесь, опять же, нужно это все разобрать. И рассмотреть. По-моему, да. По-моему, это важный момент. Да? Очень важный момент. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Далее. «Ужасный шаг», пишите вы. Это родительская правительство. Оценочное осуждение того, что шаг ужасный. Ну, простите. Вы его совершили. Вы его сделали. Значит, вам это было для чего-то нужно. Значит, это уже ужасным быть не может. Потому что вам это было нужно для чего-то. нужно только понять для чего и, в принципе, вы перестанете считать это ужасным шагом. Потому что ужасным этот шаг может назвать только тот, кто смотрит на вас критически. А критически на вас может смотреть только тот, кому плевать на ваше желание. А плевать на ваше желание, скорее всего, было только вашим родителям. Ну, потому что вы и не полностью семьи. Да? Вот. То есть, вот здесь такие аспекты. Дальше идем. А? Случилось это один раз перед Новым Годом. Ну, здесь у вас идет механизм защиты. Защита ваша работает таким образом, что вы как бы представляете ситуацию так, что она произошла не с вами. Или произошла сама по себе. То есть, она произошла как бы в отрыве от вас. Вы как будто бы в ней не участвовали. То есть, вы говорите, что случилось это. Здесь, опять же, угадывается определенная такая родительская позиция. Вот. Ну, потому что, значит, слова «это», вот такие, такие слова используются родители. Это, этот, эти дети, эти явления. То есть, это опять вы как бы, как бы говорите, значит, в позиции родителя. В позиции осуждающего, критикующего родителей, который не интересуется вашими переживаниями, не интересуется тем, что важно и ценно для вас. Вот. И который, значит, обращает внимание только на то, что вот правильно, неправильно, важно, неважно и так далее. Для него, не для нас. Ну, опять же, какие были обстоятельства, условия того, что произошло, тоже вы не описываете. После я поняла, что произошло ошибку, но было уже поздно. Смотрите, вы ничего не пишите о том, что были, например, пьяны, допустим. Вы не пишите о том, что был алкоголь. Соответственно, предположим пока, что вы были трезвы. Были трезвы. Вы понимали, что вы делаете, да? Вот. И так далее. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь можно задать вопрос. Значит, когда вы поняли, что произошло, когда вы поняли, что это была ошибка. Вот. Что именно вы вкладываете в это занятие? Ошибка. Вы же этого хотели? Вы же на что-то рассчитывали, когда на это шли. Вы же о чем-то думали, вы же решали что-то, вы же принимали решение, ну, по идее. Да? Ага. Получается так, что нет. Поэтому здесь вот тоже субъективная сторона. Пока получается все, как будто вы жертвы. Вы жертвы. Мужина, с которым изменил, даже изменил, начал преследовать меня, в буквальном смысле, выслеживал после работы, полагая, что у меня есть еще любовники. Тоже важный момент. Тоже важный момент. Как вы выбираете себе мужчин, с которыми, ну, или с которым вы изменили? То есть, грубо говоря, по какому критерию вы отобрали мужчину, с которым, с которым изменили? Вы же выбрали почему-то именно его. Вот. Значит, вам он чем-то понравился. Понравилось? Вы не пожелали узнать его получше, вы не пожелали рассмотреть его, вы не захотели узнать, кто он, какой он, там, и так далее. Почему? Дальше. Вы говорите, что он начал меня преследовать. Я сейчас скажу одну вещь, которая, ну, знаете, скажем так, не очень хорошо воспринимается некоторыми людьми. Если мужчина начал вас преследовать, то есть в буквальном смысле стал преследователем для вас, то это означает, что вы стали жертвой. Это означает, в свою очередь, что вы стали участником треугольника Карпмана. Может быть, вы им и не прекращали быть, не знаю. Вот. Но, исходя из того, что вы написали, в треугольнике Карпмана вы оказались только вот после того, как мужчина начал вас преследовать. Ну, более-менее явно, не знаю, может быть, за это вы с мужем тоже находились в треугольнике Карпмана, но, тем не менее. Самостоятельно вы изучите, я надеюсь, тему треугольника Карпмана. Вот. Ну, потому что, не думаю, что хорошая идея рассказывать об этом сейчас. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее, да? Если вы стали жертвой, значит, у вас был определенный кризис. Это характеристика любой жертвы заключается в том, что у нее есть кризис. У жертвы. Вот. И у вас, у вас также был определенный кризис. Определенный кризис, конфликт, потерянность. Что и привело вас, возможно, к измене, и что позволило мужчине, вашему любовнику, на психологическом уровне, допустить, что вас можно преследовать. Вот. Дальше, значит, так, выслеживал, так, грабился рассказать все мужу. Смотрите. Я понимаю, что вы написали об этом дальше, но давайте поговорим об этом сейчас. Вы говорите, что мужчина грозился рассказать все мужу. То есть, вы не хотели, чтобы муж узнал. То есть, вы сами в известность его об этом ставить не собирались. по, ну, по ряду причин. Мне кажется, мне кажется, что вам здесь нужно принять решение. или вы видите, разбираете те проблемы, которые у вас имеются с мужем. И, соответственно, это убирает проблемы, убирает вероятность того, что вы измените. И, соответственно, мужчина, если даже, в любом смысле, если он даже расскажет вашему мужу, то совершенно не факт, что муж ваш поверит. Потому что, ну, если у вас будет хорошо, то верить какому-то незнакомому человеку, у которого нет доказательств, я надеюсь, нет доказательств, вообще не имеет, не имеет никакого смысла. Вот. То есть, получается, что у вас есть еще с мужем и проблемы доверия. Получается, что, несмотря на то, что у вас с мужем есть проблемы, а вы боитесь, что, боитесь его потерять. И это вновь противоречие, которая есть у вас. Понимаете? Это вновь противоречит. С одной стороны, вы изменяете человеку, с другой стороны, вы боитесь его потерять. Тут нет четкой позиции жизненной, да? Скорее всего, вы с ним, потому что так надо, потому что так правильно, вот. Ваш ребенок внутренний, ваши попрепенности внутренние не удовлетворяют с ним. Что, собственно, и обусловило измену. Потому что, если бы вы были удовлетворены, то никакой бы измены не было. Вот. Вот. Вам нужно этот конфликт себе улавить. Вот. И, соответственно, раскрыть, для начала раскрыть стороны этого конфликта. Для начала. Дальше. Вы пишите. Кажется, у него какие-то проблемы с психикой. Может быть, но за исключением. Как бы, только диагноз позволяет человеку ставить, ну, позволяет относиться к человеку как к психически больному. То есть, до тех пор, пока у него нет диагноза, да, нельзя говорить о том, что он, значит, психически болен. Он от равной истерики оскорблял в довольно жесткой форме. Ну, мне кажется, что здесь вам совершенно очевидно нужно анализировать отношения с любовником, потому что что-то странное происходит. Вот. Вы, значит, ну, вы встречаетесь один раз. Значит, у вас один раз возникает, значит, интимная связь. Мужчина знает, что вы замужем. Вот. И после этого он начинает вас оскорблять. Как, на что, почему, не понятно. Вот. Но я уверен, что у этой истории есть, значит, своя подоплека. И подоплеку это, эта подоплека нуждается в прояснении. Ну, просто потому что без этого нельзя понять, что именно происходит. Дальше. Пробовала поговорить по-хорошему. А это как? Иногда получалось примириться, но потом у него снова начинают приступы злобы. Опять же, непонятно, что вы подразумеваете под словом «примириться». Примириться — это как? Как, по-вашему, примириться можно? То есть, человек ведет себя по отношению к вам, как-то, знаете, откровенно, да, пренебрежительно. Вот. Ага, человек ведет себя по отношению к вам, откровенно, значит, обесценивающий. И вы говорите, что вы хотите не примириться. Опять же, я так полагаю, я так подозреваю, что вами движет страх. Вот. А страх в любом случае не может быть подспорьем хорошим на построение отношений. Вот. Ну вот, сами подумайте, вспомните, сами вспомните, как вы реагировали на его оскорбление. Вот. Как вы их воспринимали. Вот. Что отвечали в ответ, например. И что говорили, когда мирились. Дальше. Недавно узналось, что беременна. Беременна от мужа. Но опять же, беременность не возникает из ниоткуда. У беременности есть свои причины, и я полагаю, что в данном случае причина заключается в том, что вы с мужем были интимно близки. Что с одной стороны хорошо, но с другой стороны, опять же, непонятно, как это всё, значит, ну, как это всё укладывается в то, что у вас есть проблемы с мужем. И вы, получается, как-то их решили, эти проблемы. Да и времени уже прошло достаточно, то есть сегодня февраль, а приспали вы с мужчиной перед Новым Годом. Прошло уже почти два месяца. Вот. И не очень понятно, опять же, почему ваш муж должен поверить любовнику. Про доказательства вы ничего не говорите. Так, то есть, субъективная сторона беременности. Сказала об этом бывшему любовнику, думала, что это поможет прекратить затянувшуюся историю. Как? Вот как, по вашему мнению, это должно было прекратить затянувшуюся историю? Так. Вот просто по вашему мнению, как это должно было прекратить историю затянувшуюся? Вот. Вы считаете, что беременность, ну а именно, ребенок должен что-то прекращать? То есть, вы сами прекратить, ну, не смогли, да? Какая разница? Вот. Вы сами прекратить не захотели, допустим. Ну, не смогли, не захотели, какая разница? Вот. Значит, и это должен сделать ребенок. То есть, опять же, опять же, на что вы расшитывали здесь? Понимаете? Вот. То есть, это очень важный момент понять, на что вы рассчитывали, чего ожидали и чего хотели по итогу. Дальше. Так. Через день получила новый шквал угроз, обвиненный в еще более жесткой форме. Потом, правда, спустя время успокоился и попросил прощения. Вот смотрите. Вы говорите, что мужчина успокоился и попросил прощения. Что он говорил вам, когда просил прощения? Что конкретно он вам говорил? За что он просил прощения у вас? Ведь он же, получается, понял, что в чем-то был неправ. Ну, получается так. И если он понял, что в чем-то был неправ, то нужно понять, хотя бы вам, в чем именно он был неправ. И если мужчина сказал, что он был неправ, то есть ли причины вам ему не доверять? Понимаете? А если вы ему не доверяете, если вы ему не доверяете, то не ваша ли эта проблема, что вы ему не доверяете? Не ваша ли это особенность, что вы ему не доверяете? Ведь в этой ситуации набор средств, которыми мужчина может показать вам, что понял, что его неправотой достаточно ограничен. Особенно в том, что вы боитесь. Значит, неделя не дает о себе знать, хотя знакомый узнал, что за глаза он продолжает поливать меня грязью. Ну, хорошо. Допустим, он действительно поливает вас за глаза грязью. А момент на самом деле здесь другой. Что это значит для вас? Вот конкретно для вас. То есть, ну, поливает он вас грязью, да? Ну и что? Что дальше? Вот. То есть вас это как-то лично задевает? Или что? Понимаете? Вот. Какой аспект? Ну, поливает и поливает. Самое главное, что он не говорит вам это прямо, перестал вам угрожать. Вот. Возможно, он пытается таким образом вас спровоцировать. Вот. Возможно, возможно, но не точно. Ему неприятно, что вы вы беременены от своего мужа. Он считает себя брошенным, преданным и так далее. Вот. Ну да, понятно, что вас это не особо волнует, вас это не особо беспокоит. Это понятно. Это понятно. Но... Тем не менее. Тем не менее. Непонятно, как вас это задевает конкретно. Дальше. Я уже несколько месяцев живу в напряжении, встаю, значит, вложив с этим чувством, плюс ужасное чувство вины перед мужем, но больше всего боюсь за ребенка. Так. Чувство напряжения связано с отсутствием безопасности. То есть, вы не чувствуете себя в безопасности. Поэтому у вас напряжение. Именно из-за того, что вы не чувствуете, что безопасно, не чувствуете, что защищены. По этой причине вы, значит, постоянно живете в напряжении. Вот. По этой причине вы постоянно чувствуете себя в напряжении. Но безопасность – это ваша личная ответственность. То есть, напряжение у вас почему? Потому что вы боитесь. Боитесь негативных последствий, негативных последствий. Вот. Потому что не знаете, что вам делать в случае наступления этих самых негативных последствий. Вот. Мне кажется, что если вы возьмете свою ответственность собственную личную за то, что происходит, и станете своим поведением, своими поступками создавать безопасность свою собственную, да, то ситуация изменится. Например, будете работать над отношениями, допустим. Это первое. Второе – поработайте над тем, чтобы лучше проявлять свои желания, да. То есть, ну, станете, например, более дороги, более важны своему мужу. Вот. Такая история. Ага. То, соответственно, я думаю, я думаю, что безопасность вам гарантирована в таком случае. Вот. Ваше чувство, вот чувство напряжения, да, оно связано с тем, что вы зависите, вы зависите от других людей. По сути, постоянно. То есть, постоянно вы зависите от других людей. То от своего мужа вы зависите, то от любовника, то опять от мужа. Теперь вот от ребенка. Дальше. Чувство вины перед мужем. Ну, брат, чувство вины перед мужем я, в принципе, частично хотя бы вам сказал, потому что вы думаете, что вы совершили что-то ужасное, но на самом деле это не совсем так, да. Но нужно, чтобы вы сделали выводы из того, что сделали. Вот. И нужно, чтобы вы определились как-то с отношением к мужчине, да. То есть, либо вы разберете те проблемы, которые у вас есть, да, вот, станете мужу своему идеальной женой, да, ну, идеальной женщиной, вот, которая ему нужна. Либо вы признаетесь ему в измене, вот, это будет кризис, но, поскольку у вас ребенок, и поскольку, если вы уверенно скажете это мужу, без ярко выраженного чувства вины, вот, а объясните ему почему так, и скажете откровенно, что, вот, знаешь, у нас ребенок, я не хочу тащить этот грудь еще к нему, да, например, например, вот. То я полагаю, что мужчина может вас услышать. С другой стороны вы говорите, что если он узнает сто процентов на двор, поэтому здесь, конечно, возможны варианты. Теперь понятно, что справду выслушать может далеко не каждый человек, и поэтому понятно, что здесь нужно подходить грамотно, чтобы не испортить еще больше ситуацию, вот. Но вам, основная проблема вам все заключается в том, что вы пишите про ребенка, что вы боитесь за ребенка. Вот. Вы боитесь за ребенка, значит. Потому что, в случае если мужчина знает сто процентов раз будет, будь я одна, я бы не переживал, но теперь, когда у нас будет ребенок, я просто не могу, не могу. Сама я не спрашиваю. А что именно вы не можете? Вот вы говорите, будь я одна, я бы не переживал. То есть на музе вам как плевать, так и плевать. Муж вас как не волновал, так и не волнует. Так теперь из-за ребенка вы переживаете. То есть это не улучшит ваши отношения, на самом деле, никак. Это в принципе не может улучшить все ваши отношения, потому что ради ребенка семью не сохраняют. и проблемы, которые у вас имели место быть, они никуда не денутся. Вот. Это первое. И второе. Значит, вы говорите, что если бы вы были одна, да, то вы бы не переживали. Хорошо, вы бы не переживали, если бы были одна, допустим. Но вы же говорите о том, что вам некуда не идти. Да? Вы говорите, что вот вас не родителей, не родственников. А как же вы домой здесь жили? Где вы жили домой? Это первое. Второе. По какой причине вы одна бы не переживали? Если бы, ну вот, если бы он узнал бы, что вы изменили. У вас есть семья, ну то есть не понятно, у вас нет, у вас есть какая-то собственность, недвижимость, что-то вот такое. Понимаете? Вы же ещё раз повторю, жили как-то до своего мужа. Вот. И самое интересное, если вам некуда идти, да, то вы позволили мужу, по сути, взять на себя, взять за себя, за вас полноценную опеку. Вы просто верили ему себя. Вот. Ну, нужно это исправлять. То есть, значит, активно работать сейчас над отношениями. Вот. Над доверием, чтобы он вам доверял. Вот. Чтобы он не мог даже подумать, что вы ему изменили. Вот. Ну, если он действительно не готов, ну, не готов принять того факта, что у вас были проблемы, да, что у вас были какие-то трудности, вот, в отношениях. Если он не готов это принять, то, значит, нужно работать над выстраиванием доверия между вами. Вот. И, соответственно, когда у вас доверие будет построено на полную вообще, вот, тогда можно говорить уже о том, что он не поверит. Вот. То есть, в какой стати мужчина должен верить другому мужчине, как заговорить, что вы изменили. Но только при наличии проблем. То есть, при наличии сомнений, по сути дела, да. Вот. Если сомнений не будет, то и основания для того, чтобы верить какому-то незнакомому человеку тоже не будут. Вот. Родите ребёнка, вот, и активно будете работать над тем, чтобы сделать себя независимым от, ну, от мужа. Чтобы не было воздависимости, как сейчас. Чтобы были свои деньги, чтобы был свой угол там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Чтобы был источник, источник дохода хотя бы. Да. Вот. Ну, и годов три-четыре, в три-четыре можете ребёнку рассказать, может, всё как есть. От вины вы избавитесь тогда, когда будете прислушиваться к себе, да, к своим желаниям. Вот. Вы избавитесь от вины, от вины, потому что сейчас вы себя обвиняете, ну, просто по той причине, что считаете недопустимым удовлетворять свои желания. Вот. Вот. не так, с этим можно поработать, и от этого можно будет избавиться. Ох. Главное, ээ…… как, ээээ кстати говоря, и ээээмм... нужно будет по-другому устраивать отношение с людьми. То есть, нужно будет эээ менять эээ своу позицию к отношению к людям, чтобы они, не думали с вами, можно обращаться это вот так, ну как они это делают. Вот это работа над самооценкой, надо уверенности в себе, вот и так далее. Ну и здесь у вас вы говорите, что просто не могу, все не может и непонятно, а сама это не полностью не знаю, что это такое, но при этом это не остановило вас от измены. Вот, идти некуда, нужно это просто разобраться, забыть как страшный сон, начать с чистого листа, это детская позиция, потому что никакого чистого листа нет, то что сделано, то что сделано, то сделано. Сначала, сначала ничего начать не получится, это иллюзия, вот. Это ваше детское состояние, детское эго состояние, вот, ему, как бы опять же, оно выражает себя, ваш внутренний ребёнок выражает себя так, потому что вы ему, скорее всего, больше нигде выражаться не даёте. И вот, что, как бы, что же, показатель, вот. То есть я понимаю, что вы хотите забыть как страшный сон, но, скажем же, вы же понимаете, что это не изменит того факта, что мы с вами и мужем есть проблемы. Вот, так зачем забывать проблемы, если они есть? На проблеме нужно работать, вот, чтобы обрести счастье, верно? Так что, здесь, здесь, вот, ваш ребёнок, здесь его нужно контролировать, ваше внутреннее дитя. Знаю, что очень-очень виновата, но что мне делать? А, вот, вы не виноваты. Да, помогите, пожалуйста, с советом, потому что я вспомню. А, прострация и растерянность. Ну, смотрите. Состояние прострации и растерянности иногда называют состоянием щёка. Ну, да, как бы, то же самое, только, ну, другое название, да? Вот, щёковое состояние. Состояние щёка предполагает, что человек выпадает из реанства. То есть, он, как бы, не соображает, что он делает, он не соображает, что происходит. Ну, он вообще ничего соображает, короче говоря. Вот. И я бы сказал, я бы сказал, что состояние щёка очень, очень удобно. Я бы так сказал. Я бы сказал, что состояние щёка очень выгодно. Потому что состояние щёка можно не нести ответственности за себя. Можно не принимать решений никаких. Понимаете? Можно просто себя винить, говорить, какая я плохая, например. И всё. Но проблему, как таковую, это не решает. Поэтому я предлагаю вам из состояния щёка выходить. Я понимаю, что вам не хочется из него выходить, потому что в этом состоянии нужно будет принимать какие-то решения. решения, вот, а решения принимать вы не хотите. Но выходите из состояния щёка, работайте над тем, как вы к этому пришли, чего вы хотите. Вот. Что вы, или, что вы хотели, может быть, может быть, лучше сказать, да, не чего хотите, а чего хотели. Вот. Ну, от той же измеры, например. Да. И реализовывайте свои желания. Реализовывайте их более активно. Ээээ, знаете, ээээ, а как с этим можно с теплом изработать. Если, ээээ, на данный момент так вот получилось, что вы от него зависите. Ну, будьте себе на уме, начните, начните уже сейчас продумывать план Б. Вот. То есть, с одной стороны, личная ответственность, особенность, самооценка и страхи. Вот. Потребничная сфера. А с другой стороны, планирование, эээ, точек, точек, путей отхода в случае, если вы останетесь со одного. Потому что, крайне неосмотрительно с вашей, с вашей стороны, эээ, во всём полагаться на мужа. То есть, ну, как бы, муж, он элементарный, да, просто элементарный. Эээ, может вас, ну, например, разлюбить. Вот. Допустим. Вот. Просто элементарно может вас разлюбить сказать. Дорогая, прости, я тебя больше не люблю, извини. Вот. И что вы будете делать в таком случае? Куда вы пойдёте в таком случае? Да? Вот. А получается так, что никуда, никуда. Получается так, что вы никуда не сможете пойти, потому что у вас нет допустного варианта. Вот. Поэтому мне кажется, что исходить нужно именно из этих аспектов. Мне кажется, что исходить нужно из этих аспектов. Вот. Обвинению... Обвинениями делаю не поможешь. Вот. Обвиняешь себя можно сколько угодно. Вот. Ребёнок у вас, тем более, есть. Ребёнку не нужны ваши обвинения. Вот. Как я понял, мужу вы рассказывать ничего не хотите. Вот. Это, опять же, ваше право. Вот. Просто нужно, чтобы вы отдавали себе отчёт в том, какова за это будет цена. Вот. И готовы ли вы к этой цене. Вот. Считаете ли вы своего мужа вообще достойным такого? Вот. Ну так. Как вы относитесь к этому? Это бывают случаи, когда женщина, например, уходит в, ну, уходит от мужа, который её просто выгнал. Вот. Она уходит с ребёнком. Вот. Она находит в приют соответствующих учреждениях. Вот. Какое-то время там живёт. Потом находит работу. Вот. И может быть мужчину также. И как-то в этой жизни становится на ноги. Вот. Это путь ответственности. Это путь личностного выбора. Это путь сознательности. Я полагаю, что вам нужно выбрать свой путь. Потому что если вы будете жить так, как жили, вот, что очень может быть, что, что вы просто, просто, повторите ещё раз админом. Вот. Так вы можете себе даже, а, мужчину найти другого. Да, но проблемы, которые у вас есть, проблемы желаний, проблемы самооценки, проблемы страхов. Вот. Эти проблемы, они никуда не денутся. И вы принесёте эти проблемы к новому мужчине. Это первое. И самое, самое неприятное, что и своему дубинку тоже. Если вы этого не хотите, то с этим нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, помог вам в ответе на ваш вопрос. А, вот. Надеюсь, что, после, а, вам, ну, после него вам, а, посмотрите, вам стало более, а, понятно, как обстоят дела и что вам можно и нужно делать. Вот. Надеюсь, что вы теперь более чётко видите дальнейшие свои шаги. Вот. Я желаю вам всего доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Ну и буду также благодарен за денежную компенсацию, за денежную наградину, если у вас есть возможность, потому что ответ получился довольно большим. Вот. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok